Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моём канале на Ютубе. Давно я ничего не снимала, и в этот раз мы снимаем подкаст, и я снимаю его не одна, а с моей прекрасной гостьей, аж в двух частях. Мэри, расскажи, пожалуйста, о себе, что мы будем снимать, что мы здесь делаем. В общем, ребята, всем привет! Меня зовут Мэри, и я рассказываю о корейском языке. В основном направленность моего контента именно о корейском языке. Но также у меня есть канал о жизни в Корее. Там я рассказываю больше как раз-таки историй из жизни, именно которые у меня случились в Корее. Как раз-таки сегодня такие истории будут. Да, а рассказывать мы будем о дейтингах с корейцами. И не подумайте о том, что мы хотим как-то в негативном ключе рассказать и преподнести корейцев, мужской пол, с которым нас свела судьба. Но да, такие истории имеются у нас, их огромное количество, и мы готовы с удовольствием с вами, с ими поделиться. Поэтому давайте приступим. Да. Всё. Супер. Отстрелялась вот это, да. И вообще, блин, если честно, я настолько подготовилась, что даже описала себя на самом деле. Привет, меня зовут Катя, я 8 лет на сайтах знакомств. Она сходила на 100 свиданий с корейцами, и на 101-й нашла своего молодого человека. Делала такого. Который уже бывший. Да, уже бывший. Поэтому тебе нужно заново начинать марафон. Поэтому заново начинаем, на 101-й находим нового селепарня. Да, марафон, ещё одна соточка свиданий. Блин, ну потому что я вот была в отношениях, вот два с половиной года с вот этим, который TouchPay, и потом с бывшим мужем. Как-то у меня особо времени на свидания не было. Ну, а я, слушай, я приезжала в Корею, у меня что, я не работаю. Ну, в смысле, я работаю, девочки. В Корее ты отдыхаешь? Ну, почти. Я работаю в Инстаграме, грубо говоря, поддерживаю соцсети, чтобы всё работало. Но прикол в том, что, да, у меня дофига времени на вот эти знакомства. И в какой-то период, когда я приехала, по-моему, в свою вторую поездку на 60 дней в Корее, девочки, чтобы вы понимали, у меня каждый день было свидание. Каждый грёбаный день. Каждый день новый? Каждый новый. Обалдеть. Парень. Но, естественно, были какие-то повторные свидания. Или не было? Один раз, возможно, был какой-то момент. Неужели все не дотягивали до второго свидания? Скорее, я не дотягиваю. Ну, в смысле... Шучу. Я шучу. Ну, типа... Ну, у меня такое, знаешь, было... Как будто бы я хожу на свидание, это был Тиндер для меня. Типа, типа, свайп лево, свайп лево. Но это, на самом деле, зависимость такая. Потом, когда ты к этому свайпу привыкаешь... У меня и на свиданиях такое же было. Да, потому что ты привыкаешь вот каждый раз вот так вот. Это очень легко, на самом деле, с Тиндером привыкнуть к тому, что просто вот этот вот список людей — это не какие-то личности, это просто какие-то персонажи. Ты как-то сразу всех воспринимаешь, просто какой-то профайл из какого-то Тиндера и просто как персонаж, знаешь. Вот это вот такое поверхностное отношение. Как просто следующий день новый, следующий день новый. И к этому очень быстро привыкнуть. Вот такого нет погружения в человека. Мне кажется, у корейцев много таких. Мне не хотелось, кстати, на тот момент. Мне просто хотелось пообщаться с многими людьми, многими корейцами, понять, кто чего кого. То есть я даже выходила на свидание не с тем, кто мне вообще, в принципе, симпатичен, или тот, кто мне подходит там по внешности, по внутренним каким-то качествам, параметрам, которые я определила в переписке. Я просто ходила на дейтинге. У меня была такая цель — просто походить. Потому что, допустим, в России я ходила на парочку свиданий, но в основном моя жизнь такая успешная жизнь. Ну, в общем, ты в России занята работой, да? Да, я в России работаю, еду в Корею тусить, отдыхать. Да. Да, ну, окей, давай, получается, ещё история. Начнём, да, с трэш-трэшочка. Да, в общем, начнём историю рассказывать. Я хотела бы, наверное, сейчас рассказать такую замечательную историю. Давай покажем, как ты фон готовила. У Кати тут целый список её историй, чтобы она не забыла. Историй, оно всё расписано, тут маленькие поставлены, названия также высочены. Это, тем более, только первая страничка, если что-то история, а их три. У Кати тут список большой, так что начинай. Опыт большой. Я, кстати, сделала презентацию, когда после второй поездки в Корею приехала, я для своих подруг сделала презентацию «Мои свиданки с корейцами». И вот так вот на планшете, в ресторане сидя, я рассказывала и показывала. Надо было только снимать, честное слово. Я этим не занялась. Короче, история называется «Учитель-извращенец». Окей. Всё не так, конечно. Представляешь, у кого-то, у какого-нибудь корейца будет подкаст «Училка-извращенка», и там про меня, знаешь, «Училка корейского языка». Интересно вообще. Прикинь, если бы они тоже про нас подкаст снимали. Мне кажется, мы тоже у кого-то фигурировали под таким названием. Мне кажется, фигурируют, если как русские, то не знание английского языка. С кем я встречалась, все говорят, что русскоязычные девочки очень плохо разговаривают на английском. Ничего себе. Типа всё, что запоминается, то, что они красивы, и то, что они плохо говорят на английском. Ничего. Они что, хорошо, что ли, говорят? Да. Ну вот с теми, с кем я обсуждала именно такие моменты, да, они действительно хорошо знали язык, и поэтому... Обалдеть. Я не слышала, что прям плохо говорят на английском впервые. Вау. Да, такой есть. Начнём. Короче, очень щепетильная история, честное слово. Я её рассказывала в своём инстаграме. Если что, кстати, подписывайтесь, кто не подписан. Мы познакомились с этим человечком в другом замечательном приложении под названием «Миф». Ой-ой-ой, тут уже всё понятно. Там очень много, на самом деле, таких экспонатов, кадров. Да, но «Миф» вообще же громкое такое приложение, потому что когда вот была эта история с Ни, вот с этим клубом, то что они в свой клуб, где насиловали девочек, наверное, в курсе, да, этой истории. Конечно, в курсе, я фанатка Big Bang. Ну да, то есть они через «Миф» находили девочек. И в целом, на самом деле, в «Миф» очень много происходило раньше каких-то таких историй, что заманивали на свидание, потом там напаивали и потом насиловали. Это ужасно, на самом деле, приложение ужасное. Ну вот. Ты когда им пользовалась? Это был первый раз, первая поездка в Корею? Или это недавно? Первая, первая, вторая. Первая, вторая. Там ещё был такой старый интерфейс, где я разостала его. Я до сих пор на ней сижу сейчас. Да потому что здесь негде, здесь негде искать корейцев, кроме приложения «Миф». И я сижу, листаю, смотрю на этот кринж и понимаю, каждый раз я пытаюсь его удалить, удаляю, потом снова к нему возвращаюсь. Скажите мне, это что, игла? Игла, на которую меня подсадили? И как с неё слезть? И как с неё слезть? Ну окей. Мы, короче, познакомились в этом замечательном приложении, договорились встретиться, договорились встретиться на станции метро, я даже написала «Конде-куёк». Ну я знаю. Рядом с ней через станцию находится парк. Вот. И я такая думаю, ну давай встретимся там, не понимаю смысла, ну ладно, дойдём пешком, купим кофейка и дойдём пешком до парка. Я выхожу из метро, он говорит, я подъехал. Я такая, в смысле ты подъехал? Ты на машине? Ты не мог меня забрать на машине? Ну ладно, упустим, это я уже приехала, типа, чё уже решать? Он подъехал на машине, чтобы вы вместе пошли гулять в парк? Чтобы мы вместе поехали в парк. Я этого вообще не поняла, там ехать было 5 минут. Ой, ну в общем, я села в эту машину, и что самый вот красный флаг? Ну нет, для начала, кстати, он был нормальным, он прикольный, такой тоже высокий, всё прекрасно, такой стильно, среднестильно одет. Но уже не в спортивном костюме. Уже не в спортивном костюме, пальтишка, уже хорошо. Окей, какой был красный флаг? Красный флаг, когда я села в машину, сидение было, знаете, у некоторых сидение бывает опущено слишком сильно, типа, что так комфортнее, а у него было слишком вперёд. И я сажусь на это сидение и говорю, как, как выпустить, а я не шарю в тачках вообще, говорю, как опустить, помоги мне. И он через своё сидение мне помогает вот так вот на меня накладывается, прям, ну, рядом со мной, пытается вот это нажать на этот курок, рычажок, и мы вместе с ним падаем вниз. И, девочки, это было как в дараме. По-моему, это была первая поездка в Корею, но я уже прошаренная. Ну, то есть... Уже слышала, да, наверное? Уже слышала, видела, знаю, что такие челики бывают, что это вообще не просто так сделано, поэтому не попадайтесь на эту удочку. В общем, мы упали вместе вот туда, я говорю, ой, как смешно, как здорово. Нифига не здорово вообще, на самом деле. Он сразу хотел меня поцеловать, пять минут знакомства. Он меня поднял, я пристегнулась, мы поехали. Я думаю, ну, сейчас мы заедем, наверное, в кофейню какую-нибудь, потому что я не завтракала, я не убедала. Демообед. Что-то типа убеда будет у нас. Ничего не было, ни кофе, ни убеда. Мы просто поехали в парк, он припарковался, и вообще какой-то, знаешь, парк очень тихий, странный, как будто бы закрытый. Как будто бы это парк не для свидания, если честно. Вообще он не для чего. Я скажу потом, для чего это парк. В общем, мы припарковались, вышли, погуляли пять минут, он начал мне хватать за руку, вот этот скиншип, все дела, хочу тебя обнять, да ты такая красивая. Да всё, я устал, пять минут прошло, мы погуляли, давай обратно в машину. Я говорю, что ты делаешь в машине? Что мы будем делать в машине? Ну поговорим, пообщаемся. И я думаю, ну ладно, давай в машину. Мы поехали, ой, пошли в машину, Серя. Я зачем-то пристегнулась, непонятно зачем. Я думаю, ну мы сейчас, наверное, поехали, попытаемся, взлетаем. А он начинает на меня нападать, смотреть на меня и целовать. Он прям очень горел желанием. В общем, вы прям сразу как зашли в машину, он начал это делать. Да, сразу. Жесть. Сразу начал это делать. Он такой, а ты что вообще, зачем ты встретилась со мной? Я такая. А ты зачем? Да, а ты зачем? Да. Я говорю, да я просто пообщаться, погулять. Он такой, ну а я вообще-то, ты разве не за этим приехала? Мы можем сделать в эту машине. Жесть. Ну в общем, как-то он не понял твои намерения, да? Ему показалось, что... Он показал, что я open mind, я готова на всё, типа и все дела. Я говорю, нет, вези меня домой. Я прям даже сказала им, вези домой, не к станции метро. Он такой, я не могу. Я могу тебя привезти только к станции метро, где тебя взял. Скорее всего, он просто арендовал машину в этом месте. И это было слишком дешевле, чем, наверное, снять мотель. В общем, тебе показалось, что тачка съёмная, да? Что она не его... Конечно! Там документы впереди лежали, сто процентов. Знаешь, ещё на номере машины можно понять, она арендованная или нет. Но я не успела посмотреть, но при этом я понимала, что она арендованная, потому что он как-то неуверенно на ней как бы сидел. Это был какой-то задырпанный Hyundai, по-моему. Вообще ужас. Не советую, не рекомендую ни с кем. Ну в общем, мы молча разошлись. Я вышла из машины возле метро, а он дальше поехал. Цыкнул и поехал. А сколько свидания длилось? Минут 30. Самое короткое свидание. Экспресс. Экспресс-свидание. Экспресс-свидание с корейцем. А почему он извращенный этот профессор? Он профессор? А, он учитель. Он учитель начальных классов. И на самом деле мне кажется, что подвергаются и ученики его намерениям, и его вот этим лапаням. Потому что всё же... Тебе кажется, что он не только с девушками это проявляет, а в целом у него что-то не так с головой. Да, мне кажется, у него что-то не так с головой. Потому что после того, как он услышал меня, что я не хочу этим заниматься, он изменился сразу. Он сразу стал грубый. Очень. Я ещё переживала, что он мне там не довезёт или увезёт куда-то и убьёт. То есть у меня такие были мысли, что... А поздно вы встретились? Это было поздно? Нет, это был прям день, типа обед. Время обеда. Где мы обедом? Да-да-да, обеденный перерыв. Он такой решил провести вот таким образом. Интересно. Да. А, и на самом деле, ну вот я поняла, что он хочет сделать на парковке. Светлое время суток. Там одни аджумы там гуляли с этими, с палками своими. Блин, ну вообще так всё собралось, да, то, что раз он вообще преподаватель младших классов, два у него... Изращенец какой-то. Да, два, да, он какой-то изращенец. Три, он реально привёз тебя в какой-то странный парк посредине дня и приставал там в машине. Ну и даже, знаешь, вы действительно не погуляли и даже не пошли ничего, не поели, не попили. Он даже не предложил. Ну да, то есть как будто бы реальное ощущение было, что он такой думает, что, наверное, ты просто по хукинг-системе как бы здесь в Корее путешествуешь, тебе просто нужно вот этот вот хук сделать и всё. Нет, конечно, такие иностранки тоже есть, которые охотятся чисто за корейцами ради какого-то опыта в интимном плане. Но мне кажется, я уверена, девочки, напишите в комментариях, вы же не такие. Вы же ищите любовь, как и я. Да, но есть такие, которые в целом действительно open-minded, согласные на такое. Да, да. Есть и такие, да, персонажи. Но, блин, конечно, нужно обговаривать. Но когда ты едешь на свидание, как бы говоря о том, что это будет свидание, Да, мы обсуждали это, что типа это свидание, дейт. То это как бы считается обманом, это считается как бы ужасным со стороны именно его. На берегу не договорились. Да. Точнее, он не договорил. Да, он не сказал, да. То есть он, получается, тебя обманул, ещё и домогался в машине, и вообще ужасно. Я не знаю, действительно ли он является учителем, либо это был какой-то манёвр показать, что он безопасный. Мы встретимся, будет хорошо, потому что я учитель. Ну, когда тебе скажут, что человек-учитель, естественно, это какая-то ответственность сразу. Нимф получается на голове. Ты знаешь, хороший человек. Да. У тебя вот такие вот, наверное, мысли с учителями, у меня такие лично. Да, да. А если вот так вот всё получилось, я уже не знаю, возможно, это был фейк, и он действительно не учитель, а, возможно, он и учитель, и ещё и домогается своих детей, которых учит. Ну, возможно, да, если он так себя ведёт, то, да, есть вообще вопросы к его этике поведения, потому что всё, что пока что рассказываешь, это максимально неэтично. Ну, да. Давай твою историю. Чередование. Да, давай мою историю. В общем, моя история называется... У нас с Катей есть название наших историй. Вот у неё там профессор-извращенец, преподаватель, учитель. Сонсеним, в общем, да? Давайте одним из слов. Сонсеним. Да. Пёнте сонсеним. А у меня латненный женатик. Скрытый женатик. Скрытый? Ну, да. Ой-ой-ой. Да, то есть он как бы был женат, но я об этом узнала уже много-много времени спустя. Начнём. В общем, это, кстати, единственный человек, с которым я познакомилась через Инстаграм. То есть с остальными я знакомилась через какие-то дейтинг-эпы, там Bumble, Tinder. Но в целом, на самом деле, только этими двумя я пользовалась. Ещё Golden Spoon есть такое приложение, оно чисто корейское. Где ВИ такая? Да. Да, я тоже им пользовалась. Да. Они писали. Уже иностранка. У меня там на английском просто описание, поэтому мы там с ними связывались. Ну да, то есть я ещё Golden Spoon пользовалась. Но в целом, на самом деле, вот в этих приложениях, там приблизительно они и те же люди. Они просто по-разному свои профили оформляют, а так это, на самом деле, один и тот же список людей. Да, и мы, собственно, тоже как бы в этих разных приложениях. Поэтому мне кажется, что почти у всех есть несколько аккаунтов. Если там кто-то ищет себе партнёра, то обязательно несколько аккаунтов в различных приложениях. Вот. И мы с ним познакомились в Инстаграме. Единственный человек, наверное, с которым мы познакомились именно через Инстаграм. Вот. И, получается, я лайкнула его фотографию, мне случайно, в общем, выпал его профиль в поиске. И я решила лайкнуть его фотографию. И получилось так, что мы просто начали обмениваться лайками. То есть я ему кидаю лайк, он мне кидает лайк. Я думаю, ладно, я теперь кину тебе два лайка. И он мне кидает два лайка. Я такая, так, у нас началась какая-то игра. И, в общем, мы начали перекидываться лайками друг к другу. И по итогу, да, он на меня подписался, и уже мне написал, что происходит, давай с тобой общаться. Да, и мы, на самом деле, с ним очень сразу полазили. То есть мы на какой-то одной волне с ним были. Бывает такое, знаешь, когда ты по общению, по переписке чувствуешь, ну, как будто бы твой человек. То есть легко идёт переписка. Нет такого, что ты такой сидишь, думаешь, блин, что мне написать в следующем? Да, да, да. Да, потому что как-то очень натурально, естественно, и сразу ты понимаешь, что, о, похоже на то, что у нас мэтч, даже без какого-то мэтч-приложения, знаешь. Вот. И, на самом деле, история очень давняя. С девятнадцатого года это вообще история. И мы пошли не на свидание, то есть мы вообще, на самом деле, по-дружески сначала общались. То есть там не было такого, что мы идём на свидание. Там было такое, что мы просто как друзья, как знакомые, он меня приглашает просто поужинать, и мы идём, собственно, ужинать, узнавать друг друга в жизни. И, на самом деле, парень действительно был хороший. То есть это единственная, наверное, история, где парень-то, на самом деле, неплохой был, ну, по крайней мере, по внешнему облику и по тому, как он ко мне относился. То есть он действительно был хороший, по тому, как он ко мне относился. И, да, он очень был запотливый, то есть он всегда выбирал ресторан сам, куда мы поедем, он всегда там прокладывал маршрут до этого ресторана сам. То есть я просто приходила, и вот дальше мы шли, и в целом ни о чём не нужно было волноваться, потому что он уже всё организовывал заранее. Ну и такого там не было, что 50 на 50 мы платим, то есть об этом тоже как бы мы вообще не думали. То есть он полностью покрывал свой счёт, потому что, собственно, он и приглашал меня на эти свидания, поэтому он и всё оплачивал. Вот, и, ну, действительно, он был достаточно неплохим другом. У нас с ним вообще, на самом деле, очень хорошо шло общение, и не было у меня никакой даже задней мысли о том, что, может быть, у него кто-то есть. Потому что в Инстаграме ты этого вообще не видела, да? Да, потому что в Инстаграме у него не было никакой фотографии с партнёром, никакой девушки у него не было в Инстаграме. То есть у него страничка была полностью посвящена ему, его фотографиям. В Какао-Токе то же самое. То есть потом мы перешли на Какао-Ток, и там тоже ничего не было. То есть были только его фотографии. Но, конечно, фотографии красиво сделаны, и сразу видно то, что, скорее всего, этот ракурс никак не мог подобрать парень. Похоже на то, что фотографировала девушка. Вот реально там, допустим, фотографии в каком-то парке развлечений. Ну, навряд ли ты с дружбаном пойдёшь в лоттепарк. Ну, очень навряд ли. Вот, но у него были такие фотографии. Но мне казалось, ну, может быть, да, он на свидание, скорее всего, ходит. И, может быть, ему на свидание сделали фотографию. Но не было такого ощущения, что у него кто-то есть. То есть он мне показывал, что он свободен. То есть всеми своими какими-то действиями, поступками и словами было видно, что он во мне заинтересован. То есть он мне какие-то комплименты делал. Он, ну, может быть, тоже пытался меня за ручку взять. И, да, вот этот скиншип, да. Пытался там за ручку взять. То есть всё было вот именно с намерениями, что я ему нравлюсь. И вот он показывал мне это максимально. В общем, первое свидание у нас прошло хорошо, второе тоже. Мы очень часто, на самом деле, ходили на ужины. И даже это не было как свидание. Мы просто, что мы по-дружески идём на ужин. Нам хорошо проводить время вместе. Мы пока что ещё не определились, кто мы друг для друга. Просто мы весело и классно проводим время вместе. И вот в один из таких вечеров мы поужинали, и потом мы пошли гулять. И пошли мы гулять на игровой площадке, на детской игровой площадке. Потому что там был рядом жилой комплекс, и в этом комплексе была такая прям огромная игровая площадка. И он решил прокатиться просто на всех, на вот этих вот горках детских. И при этом я стояла просто рядом, смотрела, как он наслаждается. Вот этим моментом детским в нём проснулась. Вот эта вот какая-то детская игровая, знаешь, игринка в нём, короче, проснулась. Он решил прокатиться на всех вот этих вот игровых площадках там. А в каком было лет? Мне было 19. Да, уже начнём с этого, мне было 19, а ему было, наверное, где-то 30 ему было. Да, но разница сильно не ощущалась из контекста нашего свидания. Может быть, наоборот, казалось, что я как будто уже выросла из этих горок. Но да, он всё-таки решил прокатиться на всех горках, что-то у него было какое-то очень весёлое настроение, и об одну горку он ударился лбом. В общем, он как-то очень усердно катался, что-то не рассчитал он свои силы на этой детской горловой площадке. Он прям сильно стукнулся, он прям перевернулся, ударился прям головой очень сильно. Я просто смотрела, думаю, обалдеть, ну что нужно сейчас будет в скорую идти? Он прям схватился за голову, сел, ему прям было очень плохо, но мне казалось, что вдруг у него какое-нибудь, я не знаю, сотрясение мозга. Может быть, он действительно так ударился сильно, что, ну, может быть, ему прям очень плохо. Ну, по итогу он такой говорит, слушай, вообще, я на самом деле здесь рядом живу, давай сходим ко мне домой, то есть мне сейчас очень плохо, давай сходим ко мне домой, я хотя бы лёд. Как очень интересно получилось. Да, очень интересно получилось, как удобно он рядом живёт-то, оказывается. Я не знала, что он рядом живёт. Сказка? Да. Дорама? Да. Удобно, подстрою лучше. Да, говорит, давай пойдём ко мне домой, я хотя бы лёд приложу, ну, просто лягу. Ну, конечно, пойдём к тебе домой. Конечно. Какие вопросы? Открывай дверь, я уже залетаю. Ну, просто я действительно думала то, что у него нет никаких задних мыслей, мы просто пойдём к нему домой, он приложит лёд, но я думала, что ему действительно плохо. Я не знаю, насколько это было плохо или нет, я как бы не могу понять, но у него действительно там после этого была огромная шишка, ну, он реально прям очень сильно ударился. То есть, ну, конечно, так удобно получилось, что его дом был рядом, но при этом я уверена, что ему действительно было не очень. Вот, в общем, мы пошли к нему домой, он приложил себе действительно лёд на этот лоб, и потом он начал, в общем, мне предлагать всякое макали, выпить пивасик, выпить вообще, посидеть... На рамён покушать, на бабочек посмотреть, пишите свои версии в комментариях. На котика посмотреть, но котика у него не было, вот, но... Да, то есть предложила мне там выпить макали, соджи, всё, что у него было в холодильнике, и посмотреть фильм тоже он предлагал мне посидеть. Кинотеатр, получается. А при этом у него диван был, на самом деле, вот как вот это пространство. То есть он очень маленький был диванчик, очень узкий. То есть там прям вдвоём если сидеть, то мы прям плечом к плечу сидели бы. Как мы сели, собственно. Она согласилась на фильм. Вот, я такая сижу, такая говорю, давай посмотрим Том и Джерри. Чтобы не было романтической атмосферы, думаю, давай посмотрим вообще какой-то просто максимально кринжовый мультик. И потом я поеду на такси домой. То есть я уже подружке сказала, мы там с ней встретимся после. Я говорю, ну давай посидим немножко, я, в общем, пойду встречу с подружкой. В общем, да, сидели, мы смотрели за Том и Джерри, но он всё пытался, в общем... Он мне подарил тогда игрушку, такой просто, знаешь, вытащил со своего шкафа. Со склада. Да, со склада игрушек. Он вытащил самую старую. Ну, в общем, да, он вытащил какую-то игрушку, тоже мне подарил. Он такой говорит, давай ты не будешь уезжать, если что, у меня там есть деньги на такси, там ты поедешь на такси вообще в любое время. Я подарю тебе ещё одну игрушку. Да, подарю тебе ещё одну игрушку, пешу. Знаешь, как маленькую девочку уговариваете, поставите, у меня шоколадка ещё есть. Ну, у тебя, видишь, какой подход? Ты на этих игровой площадке тоже стукнулся, и маленькую вот эту игрушку мне Плюшеву предлагает. Ну, мы точно 30. Немножко детский сад, да. Это прям детский сад был какой-то. Но после этого я, в общем, ушла, то есть мы не досмотрели, понятно, делать этот мультик там до конца, это, как я говорю, слушай, ну уже как-то напрягает мне вся эта ситуация, то есть я не хочу петь, я не хочу ничего больше, то есть я хочу просто уже пойти домой, то есть я прям сказала, что что-то такое. То есть мы пришли к тебе домой, чтобы ты, блин, с этим льдом полежал, а ты по этому там его 5 минут подержал, и уже начинаешь меня на что-то раскручивать. Она говорит, что, слушай, я пошла. Закручивай там обратно всё. Да-да-да. В общем, я решила раскрутить эту вереницу, которую пыталась он меня затащить. И да, просто ушла оттуда. И мы, на самом деле, долго с ним не виделись, после этого у нас прям была такая пауза в отношениях. И потом мы встретились с ним спустя, наверное, год или вообще полтора. Я вернулась вообще в Россию на тот момент и приехала обратно. И потом мы с ним снова встретились. То есть он был подписан всё это время на мой Инстаграм, и я как раз-таки там дала знать о том, что я обратно приезжаю в Корею. Он мне написал, говорит, давай встретимся. Я такая, ну, хорошо, давай встретимся. Как раз-таки меня там сводят в то место, в которое я очень хочу поехать. Он мне всё как раз-таки говорил, что может меня сводить в это место. Думаю, ну, класс, окей, давай съездим в это место, давай встретимся. Ну, в общем, да, мы встретились с ним, прям весь день провели вместе. И на следующий день он мне предлагал в Пусан поехать. Он говорит, раз ты прям хоть, ну, покататься по Корее, долго не была в Корее, давай тебя и в Пусан свожу. Я отказалась. Я говорю, слушай, у меня вообще на самом деле работа тоже имеется. А кем он работал? Он банкиром работал. Свободный такой? Или это выходные только активничал? У него были выходные, да, то есть у него был Хюга, он взял на пару дней отпуск, да. Да, у него были отпускные дни. Но он как? Он, получается, брал эти отпускные дни, потому что там ещё была суббота-воскресенье в следующие дни, и он прям хотел отдохнуть после там какой-то... У него был рабочий месяц, прям такой очень загруженный, как он мне сказал. В общем, он прям хотел отдохнуть 4 дня подряд. Такой, ну, раз ещё ты приехала, давай прям с тобой съездим ещё и в Пусан. Я вот отказалась, потому что у меня-то вообще-то есть работа, поэтому я такая, я не могу съездить в Пусан просто, но вот в пятницу, это как бы будний день для меня, я работаю. Я такая, нет, я не поеду ни в какой Пусан. И, в общем, где-то в субботу я открываю Инстаграм, и мне в следующей части рекомендации девочка из России, у неё блог тоже был про Корею. Я такая, открываю её сториз, а там он, они, точнее, едут в Пусан, представляешь? То есть он, у него не получилось со мной. Русская. Русская, да. То есть у него не получилось со мной съездить в Пусан. Он, вероятно, у него были запасные варианты, он позвал другую девочку. Поставь мне на заставку. Он позвал другую девочку русскоязычную тоже, да. Капец. Да, я как бы смотрю в её сториз, такая смотрю то, что бац, и она снимает вот машину, как он возит, то они едут в Пусане. Потом, ну, в общем, там были его руки, я сразу поняла, что это он, и там была его машина, там было его лицо тоже засвечено, но, в общем, я поняла, что он повёз какую-то другую девочку в Пусан. Может, у неё тоже вот эти сом были, как это называется, отношения? Возможно, у него были сом, но мне это не понравилось. Я ему сказала то, что, слушай, я вообще такое не приветствую, и мне не нравится. Ну, в общем, мне кажется, это очень некрасиво, знаешь? Конечно, не очень. Когда ты приглашаешь одну, а потом она не соглашается, такой, ну, ладно, пофиг, я позову другую. Но это сразу понятно, что никаких намерений нет, а мне на тот момент, на самом деле, вот он понравился. Я такая думаю, что, ну, значит, нам с тобой нужно вообще отрезать наши отношения, как-то вот расстаться и больше не общаться, потому что, ну, я это не поддерживаю. Раз ты меня позвал в Пусан, как будто бы ты должен был подождать, пока я особо шусь, чтобы мы вместе поехали. И несмотря на то, что у тебя Хюга вот именно сейчас, я знаю, что ты можешь взять ещё в выходные дни, и мог бы подобрать так, чтобы мы вместе поехали в этот Пусан, а не просто найти замену мне. Ну, то есть я это поняла так. Или красиво получилось. Да, ну, может быть, да, у него были какие-то свои мысли, он как-то по-другому это трактовал и как-то по-другому это объяснял. Ну, в общем, мы с ним в этом плане не сошлись в видение, и мы, в общем, расстались. Ну, как, мы с ним встречались, но, по крайней мере, мы просто перестали общаться. То есть я вообще обрезала полностью с ним какие-то контакты. Он на меня до сих пор подписан. Он до сих пор смотрит мои какао-сторисы. То есть до сих пор, представляешь, прошло, наверное, года четыре уже прошло. То есть я и вышла замуж, и уже развелась. Он всё ещё смотрит мои сторисы. Ждуны такие в сторисах. Да, я ему как-то написала, говорю, а ты долго будешь смотреть мои сторисы? Какая разница. Но я ему написала, говорю, ну, неужели прям вот так интересно? Он такой, я могу не смотреть, если ты хочешь. Такая, да, не смотри. Ну, не смотри, ну, типа, отставь меня уже в покое, забудь и заблокируй, и уйди. Ну, как бы, что-то мне вот мозолишь глаза своими просмотрами. Ну, это, ну, не знаю, как бы я не хочу, чтобы он смотрел мой аккаунт. А что ты его не заблокировала? Я его заблокировала потом. Я ему написала об этом. Но я ему об этом и писала. Ты же предупредила. Молодец, ответственная девочка. Я ему предупредила, что хватит смотреть мои сторисы. Но он перестал смотреть Инстаграм, потому что его заблокировала. Какао-то его не заблокировало. И он начал смотреть как Аутоки. Я такая, да что ж такое? Всё, поняла. Да, да, то есть я его заблокировала там, потом он перешёл в другое место. Ну, в общем, он всё равно как будто вот следит. Просто это неприятное ощущение, когда ты чувствуешь, что хоть у вас с человеком ещё закончились вообще какие-то отношения, он всё равно смотрит. Но это, не знаю, для кого как, для меня это не очень приятно, когда я вижу, что человек как будто не отпустил. И я такой, ну, отстань уже от меня, ну, хватит смотреть, потому что я всё равно как в сети чувствую себя открытой книжкой. Я такой, закрой эту книжку, хватит уже смотреть в эту книжку. Но это как бы не самый трэш, который у нас не произошёл. Самый трэш я узнала недавно. О, пачки. Ну, я вот как раз-таки увидела, что он смотрит. Ты его разблокировала? Я увидела, что он смотрит меня в какао-токе. И я такая думаю, посмотрю, что у него в Инстаграме. Освежу память. Да-да-да. Я его разблокировала. И оказалось, в общем, что всё то время, что мы с ним вот это вот ходили на свидание, у него был какой-то сом, он даже с другой девочкой ездил в Пусан, он вообще был женат. Всё то время. И как я это узнала? У него вот недавно фотография, он опубликовал фотографию со своей дочкой. А дочка уже, ну, она ненаврождённый ребёнок, то есть её уже года 3-4. Ну, такая уже подросшая дочка у него. И я сначала подумала, что это племянница, потому что у него не было никаких фотографий со свадьбой. Если у корейца свадьба, они выкладывают фотографии обязательно. То есть у него нет никаких фотографий со свадьбой, у него нет фотографий со своей девушкой. У него нет вообще никаких фотографий ни с кем, но вот недавно появилась фотография с маленькой девочкой. Я подумала, ну, возможно, это племянница, у него большая семья. Думаю, ну, возможно, это она. А там было, получается, тегнуто. Это дочка, то есть у них была отдельная страничка для этой девочки в Инстаграме. И я перехожу на эту страничку. Я смотрю там, типа, папа, его аккаунт, мама, аккаунт вот как раз-таки его жены и их совместные фотографии. Я открываю, ну, просто как ящик Бандоры какой-то я обнаружила. Раньше я этого не видела вообще. Я открываю просто в полном шоке, такая, так, подождите, а когда он с ней поженился? То есть я листаю вниз, много этих фотографий, посмотрю, а он поженился с ней тогда, ещё до того, как мы как раз-таки с ним встретились повторно после моей вот этой вот полуторалетней паузы в России. То есть они уже на тот момент были женаты. Они всё успели. Они на тот момент были женаты. А он и со мной пошёл гулять, а потом ещё с другой девочкой поехал в Пусан, а у него была жена. Прикинь? Вот это был трэш. Вот поэтому, как бы, да, латентно у нас... Доверяй корейцам, но проверяй. Да, женатик латентный, потому что у него совершенно никаких не было фотографий со своей, там, девушкой, женой. И вообще, то есть он, ну, как бы, ни о ком не говорил, не упоминал. Вообще, как можно найти столько свободного времени на том, чтобы гулять с другими девчонками, когда у тебя есть жена? Пока жена занималась ребёнком, он занимался саморазвитием с иностранками, подучивал язык, наверное. Это жесть. Это жесть. У меня тоже, кстати, была история именно с Инстаграмом связанная. Ой. Ну, точнее, не с Инстаграмом. Мы познакомились с этим парнем, опять же, на сайте знакомств. Тут же мы молниеносно решили встретиться. Встречаемся мы. А я ещё такая, боже, какой симпатичный парень, фотографии такие классные, прям вот как я хотела встретить. Вот, знаешь, в Инстаграме видишь фотку корейца? А он такой красивый. Ну, вот прям пластика, конечно. Да. Но такой красивый. Ну, это прям эталонный, да, кореец? Мы встречаемся. Так. А на встречу приходит не то, что на фотографии. До операции приходит. Нет. Он фотки свои ретуширует настолько, что похоже с фотки на него только его рука. И то, скорее всего, пальцы как-то увеличивает. Типа, реально вообще не похож на фотографии в жизни. У меня такой первый раз случилось в Корее. Не, обычно были такие моменты, когда они выставляют, выкладывают фотки более молодом возрасте, а потом ты приходишь, ну, вроде вес набрал. Ну, так сильно не изменился там и возраст, не тот. Да, да, да. Вес набрал и лет набрал. Да, да, да. Да, да, да. Но просто то, что в жизни было, это абсолютно другое. Это было... Вот в Инстаграме он... Может, это был не он вообще? Нет, это был он. Он по стилю... Он, кстати, недавно смотрел мои стори. Зачем? Сто лет прошло, нет. Мне нравится, как мы с тобой всё равно умудряемся увидеть, кто смотрел наши стори с учетом. Да, так у него сразу фотография, это лицо, которое отфотошопленное. А, да, да. Я его сразу везде узнаю, да. И, в общем-то, я смотрю его фотки, я ещё такая перепроверила, приближаю, типа, что за фигня. Такая просто... Да, вот и как ты в лифте, только у меня это, в метро. Да, 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 да. Я иду, так я думаю, ну, блин, может, по общению норм будет. Он реально хороший по общению был, очень хороший уровень английского языка. Это он как раз-таки подметил то, что русскоязычные девушки плохо говорят на английском языке. Я говорю, как тебе мой английский? Он такой потрясающий. Просто хотела подлизаться. На самом деле у меня не такой хороший английский. Вот, ну, в общем, это тоже длилось свидание очень коротко, типа часика-два, как будто бы, знаешь, как будто бы... Такой брейк между работой? Нет, брейк между свиданиями. А, да? Да, то есть у него такой тайминг был, что он, скорее всего, вот с иностранками встречался и подтягивал свой английский. Я не скажу, что у него суперклассное знание. Он очень бегло говорил, очень бегло. Ну, в общем, он делал на этом акцент, да, на именно языке владения? Да, да, на языке он делал акцент. Мы просто общались касательно жизни. Нет, ничего серьёзного. Чисто обычный... Обычная встреча друзей. Что-то типа такого. Открывай такой свой учебник. Давай поговорим на эту тему. А знаешь, в чём кринж-ситуация дальше пришла, произошла? Мы только расстались. В смысле, ну, в смысле... Попрощались. Попрощались, да. Я пишу подруге за скриншот. Смотри. Всё, что, типа, похоже с этой фотки... Я сейчас на дейте была. Только руки. И отправляю ему. Блин. А он это сразу читает. Сразу. Блин. Просто сразу, молниеносно прочитала сообщение. Я быстренько удаляю. Говорю... Даже нечего сказать. Нет слов. Что это было? Возможно, он успел заскринить и перевести. А я такая ему... Я просто хочу сказать, что у тебя руки красивые. Блин. Она выкрутилась. Я сказала, что да, типа... Я на самом деле просто хотела сказать, что у тебя руки красивые. Просто не тебе... Ну, в смысле, надо было подруге скинуть. Но скинула тебе. Но мы обсуждали твои руки, такие красивые. Блин. Это ситуация, когда, знаешь, кринже казалось ты, а не он. А он позвал меня в следующий раз встретиться. Да? Да. Ничего себе. То есть на него это не сработало. Я говорю, ну как-нибудь, когда, может быть. Блин, капец. Уж похож на фотографии. Блин. Неудобно, да. Неудобно получилось. Очень удобно, капец. Я просто молниеносно сразу. Я отправила, он сразу прочитал. Это Какауток был? Инстаграм. А, Инстаграм. Инстаграм. Ну да, там побыстрее можно удалить. Какаутоки, блин, пока нажмёшь удалить, там сто раз прочитает. А ещё пять минут пройдёт, и ты уже не сможешь удалить. Только удалишь у себя. Да, да. А Какауток очень неудобно в этом плане. В следующий раз пользуется Телеграма. Там вообще моментальное удаление. Да, моментальное удаление. И бесповоротное. Да. Есть ещё какие-то у тебя истории? Есть. Так, последняя история на самом-то деле. Романтичный милашка. То есть на самом деле вот это миленький. Очень хороший. Мне почему-то вот на твою часть хорошие истории выпали. Ну окей, про этого чувака это так себе. Но у нас с ним ничего не было. То есть мы с ним просто как подружески общались. Вот это самая третья история. А вот этот, он прямо вот хороший действительно парень. Просто вот не срослось, не получилось. Но у нас очень странно вот именно окончились отношения. То есть почему кринж? Там был очень странный конец вот нашему общению. То есть в целом сам по себе он человек, возможно, замечательный. И такой как бы очень, знаешь, очень такой мягкий, очень обходительный, очень хороший. Но как будто бы, знаешь, слишком ранимый. Мне кажется, вот у корейцев есть такая тема. То, что чуть-чуть вот буквально ты что-то не так скажешь и делаешь. Коснёшься его, и он уже плачет в подушку. Да, и вот как будто он такой слишком ранимый был. Стресс. Корейцы любят употреблять слово стресс. Для них там, я не знаю, что. Блин. Но если ты даже вот какую-то тему начнёшь затрагивать, вот как-то мы с тобой обсуждали, да, вот что-то, что просто нам не нравится, там можешь, пожалуйста, вот так не говорить или так не делать. То есть для них это прям вообще тяжело переживать. Или, допустим, если вдруг ты им отказываешь. То есть отказ им тоже очень сложно переживать. Как раз у меня была такая история. Там, допустим, ты говоришь, слушай, у меня в этот день планы. Они могут на это обидеться и просто перестать с тобой общаться. Ну вот, ты настолько чувствительный. Ну окей. Расскажу про него. Но он ещё красавчик был. Он, кстати, из всех моих парней, с которыми я ходила на свидание, он был самый красивый. Он был прям краш. Но, может быть, знаешь, потому что у меня была долгая пауза, и я только приехала в Корею, для меня в целом все казались Х2 по симпатичности по своей. Я вот сейчас тоже поеду, и просто все, мне кажется, будут казаться богами, просто аполлонами красоты. Но, в общем, я когда его встретила, я выхожу из метро, мы с ним договорились поесть сам Дёпсаль, но он как бы ещё в сердечко ударил. Он ударил больше, но это как бы вообще моё любимое, поэтому я такая, блин, ещё и с сам Дёпсаль, ещё и с тобой, конечно, пойдём. Давай мы кукпанк с собой снимем в Корее? Давай. Будем рассказывать, что в сезонке пить соджу и есть с сам Дёпсаль. И микрофоны такие. Хрум-хрум. Да, ну, в общем, выхожу из метро, он такой красивый меня встречает. Он, кстати, не говорил по-английски, тоже вот ещё один кейс, который не разговаривает по-английски. Вот. И да, ну он прям, он был молодой, что не свойственно для моих историй. То есть он был приблизительно, ну, ему было меньше 30, то есть я сейчас не помню точно возраст, 28 вот так вот ему лет было. Ну, как бы всё равно постарше меня, но как бы ненамного, как у меня это обычно бывает. Вот. И он ещё такой был симпатичный, высокий, что тоже большая редкость. То есть симпатичный, молодой, высокий. Идём есть с сам Дёпсаль, но уже звучит как сказка. Пальцы загибаются с сам Дёпсаль. Да, 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 пальцы загибаются. У него красивая прическа, он вкусно пахнет, он красиво одет. Это как, блин, ну, уже мне нравится. Мне уже нравится. Он взял мою сумку, что тоже для корейцев на самом деле не свойственно вот все эти какие-то поступки джентльменские, там взять сумку, открыть дверь. Ну, как бы, кто-то, может быть, так и делает, но в большинстве своём это не происходит. То есть, ну, нужно просто просить. За шкирку не возьмёшь, скажешь ему, что так надо. Ну, как минимум, да, то есть нужно сказать, что вот это нужно сделать, пожалуйста, сделай, но как бы без намёков подобных. Ну, только надо говорить, не просто сделай один раз, потому что они просто сделают один раз. Постоянно, да. А ты скажи, что это принято. Да, да, да. Это традиция. Да, да, да. Это постоянно надо делать. Да, да, да. У нас традиция брать сумку. В общем, да, интересные русские традиции. Да, ну, в общем, он сразу взял мой рюкзак, по-моему, у меня был, да, в общем, сразу взял мой рюкзак, сразу его понёс, и такая, блин, ну, ещё один пальчик загибается. То есть уже парень молодец, уже хорошее первое впечатление. Он по-своему общению был такой, очень такой мягкий, у него был очень хороший корейский акцент, то есть он был понятный, он был чёткий, он так мягко разговаривал, у него был красивый голос. В общем, короче говоря, описала я его как мужчина мечты. Он был очень красивый. После этого мне такие не встречались. Да, ну, в общем, почему он романтичный, это ещё милашка был, потому что мы пошли с ним, ой, извиняюсь, потому что мы пошли с ним в ресторан, и он мне прям написал письмо, в общем. И он мне каждое свидание писал письма. То есть он приходил на свидание с каким-то письмом, и где описывал свои чувства ко мне. А мы с ним, кстати, до первой встречи общались действительно долго, то есть, наверное, недели две мы с ним общались, перед тем, как встретиться. И да, он вот за эти две недели написал все свои чувства, которые он испытывал за две недели переписки. При этом он написал с русским переводом, то есть он в гугле вбил перевод, и, короче, пытался представлять печатными буквами в русском языке. Мне писали, вот бывший молодой человек, он писал мне письма, но на корейском. Он рассчитывал на то, что я его выучу когда-нибудь. Вот, а он мне, в общем, продублировал, он написал на корейском, и в гугле вбил перевод, и прям вот пытался вывести эти буквы. Да, ну, я говорю, как бы очень хороший он был. И да, он мне как бы преподнёс это письмо, я такая вот открываю, думаю, что за хороший, что за хороший мальчик. Ещё и перевёл, ну, это вообще. Ещё и написал. Вот я представляю, если, допустим, мне сейчас на китайском что-нибудь в гугле вбить, и это нужно переписать, но это прям столько времени должно уйти. Ну, в общем, лайк. Лайк ему за это. Да, он действительно был хорошенький. То есть он ещё жил рядом с моим домом на тот момент, и он очень часто, допустим, спрашивал, голодная ли я. И если я скажу, что я голодная, но у меня нет времени там идти в какое-то кафе или куда-то вообще выйти сейчас, он мне приносил еду под окно. Говорит, выйди, пожалуйста, я тебе просто принёс фрукты. Представляешь? Говорит, выйди, я тебе принёс фрукты. Я такая... Ну, я тоже смотрю на него, думаю, какой ты хорошенький вообще. Да, и, в общем, всё было идеально, всё было замечательно, но мне казалось, как будто бы вот этого ванили уже в какой-то момент слишком много, да. То есть, там, допустим, я могла ему написать, что я вот, допустим, сегодня свободно вечером, и он прям собирался в целый поход, то есть он прям приготовил, там, не знаю, какие-то пледики, чтобы нам вместе где-то сесть, обернуться, если вдруг нам будет холодно. Там, это приготовил, то приготовил, и такой ходил, постоянно говорил, вот, допустим, цветок, видишь, какой красивый, а ты ещё красивее. Может, это были первые отношения у него, и он так зубодливо к этому относил? Ну, я не знаю. Навряд ли это были первые отношения. Конечно, всё может быть, я не ручаюсь, но я не спрашивала у него, по крайней мере, были ли у него отношения. То есть, мы вообще как-то не говорили о предыдущих опытах отношений, у нас не заходила про эта тема, но он действительно прям вот вообще очень-очень нежно подходил, и в какой-то момент казалось, что как будто бы мне уже дискомфортно становилось, ну, прям слишком много. Много его в твоей жизни. Да, слишком много его, слишком много он хочет встречаться, и вот очень ванильно, то есть, как будто бы я не могу ни о чём с тобой серьёзно поговорить, потому что у тебя всё в какую-то, я не знаю, радужную радугу скатывается, и вот как будто бы нет такого ощущения, что мы действительно с тобой на какой-то одной волне. То есть ты там, не знаю, где-то в облаках витаешь, но я как бы хочу просто общения, а не вот этого постоянного флирта. То есть флирт — это классно, когда это дозировано, но когда флирт просто, это всё общение заключается во флирте, но это как будто бы перебор. То есть когда вот всё, о чём вы говорите, это то, насколько я красивая, и, не знаю, там, от меня классно пахнет, и то, что я вот такая же красивая, как цветы в этом саду, блин. Я такая, ну, это, конечно, супер, но как будто бы нужно что-то ещё, да, в диалог вносить. Ну да. Вот. И, ну, конечно, я прекрасно понимаю, он молодец, он суперский, да, там вообще добрый, классный парень, но момент, на котором всё закончилось, оборвалось всё очень резко. Он мне такое говорит. Он, кстати, ввёл блог. Он ввёл блог на Ютьюбе, он снимает, как он ходит в гору. У меня второй. А у вас есть паспорт по походу в горы? Да-да-да, он снимает, как он ходит в гору, но, кстати, снимает он очень классные ролики. Можешь с ним списаться и вставить себе ролик на Ютьюбе, но очень красиво он снимает. И я когда посмотрела, думаю, блин, ну это уже интерес общий, потому что мы оба любим съёмку, как минимум, да. Мы оба любим камеры, оба любим как бы красивую природу, виды, мне казалось, что это классная тема. И вот как-то мы с ним договорились о том, что мы пойдём с ним вместе в гору. Но как договорились, он мне такое говорит, что есть у тебя завтра вечером время. Я такая говорю, ну, скорее всего, есть. Но я точно не знаю, потому что вроде-то мы должны были с подружкой встретиться, но, в общем, говорю, наверное, есть время. Я не знаю точно, может быть. И он такой говорит, ну, если у тебя будет время, мы с тобой спишемся и сходим в гору. Я такая, окей, хорошо, если будет время, то давай. И вечером я ему пишу, типа, слушай, у меня не будет времени завтра с тобой пойти никуда, потому что мы с подругой решили всё-таки идти в то место, куда мы договорились изначально. Он такой, он долго не отвечал мне на это сообщение, да. И он обиделся. Долго не отвечал мне на это сообщение. Потом присылает целую поэму и пишет, какой ты плохой человек, ты ужасный человек, ты мной пользовалась. То есть он прям начинает на меня наговаривать и говорить, что я просто ужасная и вообще просто исчадие ада из-за того, что я просто отказалась от того, чтобы пойти с ним в гору. То есть он прям меня такой называл, ты там такая-сякая. Я такая смотрю на это сообщение, такая, а это точно тот милый мальчик, который со мной гулял. Может быть, у него приоритеты были больше в отношениях, то есть некоторые люди ставят на первое место себя, потом отношения, потом друзей, а у него отношения на первом. Ну, не знаю. Потом отношения. На третьем горы. Да, да, да. Но я не знаю, может быть, у него вообще в целом нет какого-то приоритета, вот не выставлена у него какая-то система приоритетов. И в целом, на самом деле, даже вот если так, когда у тебя на первом месте отношения, но даже элементарно мы с тобой ни о чём не договорились. Мы просто обсуждали вероятность того, что это возможно случиться. Ну да, да, да. А не то, что давай вот с тобой встретимся, я 100% у меня есть время, и мы назначили время, назначили место. Вот это считается договорённостью. А когда вы говорите, что, слушай, может, у тебя завтра будет время, я такой, наверное, я тебе позже скажу, будет или не будет. Это не договорённость. Это вы просто обсудили вероятность, что вы ещё раз встретитесь на следующий день, но это не считается договорённостью. В общем, я это всё смотрю, читаю. Вроде понятно объяснила. Смотрю, читаю, но я написала то, что, слушай, я неплохой человек, но я просто тебе неподходящий человек. Это разные вещи. Я неплохой человек, и не надо так обо мне говорить, но то, что мы с тобой не подходим друг другу, это не означает, что я какая-то плохая. Да, и типа, зачем ты вообще-то так обо мне говоришь? И, в общем, да, на этом всё закончилось. Просто прочитали эти сообщения, и всё. А потом через какое-то время он мне ещё написал, такой, типа, извини, что я так себе повёл, я не должен был так говорить, и надеюсь, что у тебя всё хорошо, но, в общем, потом через какое-то время он мне ещё отписался. Вот. Так что, ну, так как-то всё резко оборвалось, было очень странно. Я вообще обалдела, когда увидела это сообщение, при том, что в таких формулировках мне впервые кто-то говорил, что я ужасный человек, а прямо так вот на корейском мне расписывал все мои какие-то недостатки, которые он увидел за всё это время, что мы гуляли. Я такая смотрю на это, думаю, ну жесть. Вот в тихом моменте черти водятся, да, вот всё-таки может быть, не зря мы особо глубоко куда-то не копали, не заходили в какие-то глубокие темы, очень поверхностно говорили какие-то комплименты друг другу, потому что фиг знает, что на самом деле он думал. Вот. Была такая история, да. Ну, в целом, возможно, человек, он действительно неплохой, но получилось вот как получилось. Может быть, он тоже об этом сожалеет, что так себя повёл. Надеюсь. Надеюсь, он сожалеет. Наверное, что это было некрасиво. Надеюсь, больше он так не делает, потому что... Ну, это ненормально. Это по-детски очень, как-то инфантильно. Вот так просто, знаешь, обрывать всё и говорить, ну, как-то ещё обзываться. Не знаю. Но это не по-мужски, мне кажется. Сейчас будет история не по плану. Я вспомнила историю буквально, как ты сейчас рассказывала. Забыла её записать в свои заметки. Ой-ёй-ёй. Короче. С этим молодым человеком, уже старым, мы познакомились в Тиндере, когда он ещё работал в России. И я покупала тогда голод-подписку. Или он не работал, я была, по-моему, в Казахстане. Ну, в общем, какая-то тема была, что какой-то период он у меня работал, и я его активно пользовалась. И я нашла за полгода до поездки в Корею себе товарища, с кем переписывалась полгода. Ой, ничего себе. Мы даже с ним созванивались. О-о-о. Долго общались. Один раз. Один раз, короче, созвонились, потом полгода общались, я прилетаю в Корею, где-то... По-моему, в этот же день, как только прилетела, это моя классика, я иду на ужин с ним. Сразу. Сразу. А у тебя было такое, что тебя встречали с аэропорта? Те кореи, которые уезжали? Только молодой человек бывший, да. Меня встретил. Ну, хорошо, хотя бы на ужин. Но не проводил, пока провожающих не было. Да. А нет, он же меня провожал первый раз, когда я уезжала, а второй раз, когда уже мы расстались, естественно, зачем провожать. Ну вот, значит, он всё как бы accomplished, вот все эти галочки поставил, да, везде. Да, да, молодец. Окей, хорошо, на ужин ты сразу поехала. Я поехала сразу на ужин, буквально вот заселилась, переоделась, приняла душ, там всё окей, и поехала на ужин. Он был на тот момент, как он мне рассказывал, владельцам кафе, я люблю очень кофе, и у нас сразу появился общий интерес какой-то, общая тема для общения по поводу кофейни, по поводу кофе в Корее, там, по поводу рынка. Ну, в общем, всё это мы обсуждали, было очень интересно. И всё, мы думали, когда же мы встретимся. Мы встречаемся. Конечно, это не то, что я ожидала, особенно внешний вид немножко так. Он красился в какой-то... Он как был, знаешь, как в 36 лет, хотел выглядеть на 16. Он был в макияже, что ли? Ну, не то, что в макияже. Ну, макияж, мне кажется, у всех корейцев эта тема в основном, да. Ну, мне попадались такие, которые используют мейкап в умеренном количестве. И я это нормально смотрю на это, но у него волосы были покрашены в блондинистый цвет. Вот, такой стальной блондинистый цвет. А, понятно, да. На тот момент, когда мы встретились, у него был жёлтый цыплячий цвет. Не хватило времени у него дотянуть до покраски. Деньги, походу, на тонирование. Да, 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 да. Мы пошли покушать, он открывает меню, сам заказывает, и мне ничего не говорит. И заказал он, типа, мини-сет, маленький, после которого я, типа, осталась голодная. А что это было? Там была красная рыба, которую я люблю, креветики какие-то, рис. Это был суши-ресторан какой-то или что? Да, 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 японский, наверное, какой-то ресторанчик популярный на Апкуджоне. Хороший район. Уважаю его. В общем, да, мы, короче, встретились, поужинали, выпили, и рядом с нами сидела какая-то компания, отмечали день рождения. Пока я ходила в туалет, он успел с ними познакомиться. Так. И скорешиться, типа, пойти дальше в караоке. С ними? На самом деле, да, типа, с ними, со мной, и это, я говорю, тебе со мной не весело? Или что, ну, вроде мы нормально общаемся. Это как бы чрезмерно общительный мужчина? Да. Ну, вообще, мне казалось, что он интроверт. Но на самом деле оказалось, что после алкоголя ни капли не интроверта, а экстраверт. Чрезмерно даже экстраверт. Да, они, в общем, общались, мы выходим. Оказывается, что у них там какая-то проблема, что муж ждёт свою женщину в машине спит. А там тоже, что ли, пара была? Да, там две по парам, в общем, такие вот. И, в общем, они слились, а мы остались всё равно вдвоём. Мы сходили, по-моему, в караоке, пел он, потому что я не люблю караоке. Выходим, он уже пьяненький прям вовсю. Что-то у него какой-то был отрыв, непонятно, да? Как-то что-то с ним случилось, вообще он прям пришёл. Я говорю, что мне надо, да, поехать домой. Вызвала себе такси, пока мы его ждали. Оно приехало, он меня так берёт, резко целует. Я аж не успела среагировать, обычно такого не было. Я просто его обняла. А он дальше полез целовать. Прям вот очень быстро. Блиц, скорость без границ. Я не успела среагировать. Вот я была в тот момент, блиц, скорость без границ. Что? Окей, я сужусь в такси и уезжаю. На следующий день я ему пишу, а что это было вчера? Он такой, а что было вчера? Я ничего не помню. Он сделал, что он не помнит? Да. Я говорю, ты меня поцеловал. Он такой, я не помню. Может быть, либо он реально напился, либо да, он просто... Он не настолько был пьяный. Да? Да, он не настолько был пьяный. Тем более мы тогда заканчивали прогулкой. Он был в нормальном, ну, среднее... Как можно пить и настолько забыть? Он не текилу пил, он соджу пил. Понимаешь? И даже не мешал там, типа, знаешь, после соджу пива, чтобы у него там градус снизился, и он там потерял память. Ну, не было такого. И не 35 бутылок он выпил. Вообще чуть-чуть совсем. Я обычно всегда перепиваю корейцев в этом плане, но я понимаю, что он был в абсолютно осознанном состоянии. То есть просто пару бутылок, да, наверное? Да, даже меньше. Да? Да. И он такой, я не помню. Я такая, ну, раз не помнишь, добро пожаловать в чёрный список. В смысле, ты не помнишь, как меня поцеловал? Да, всё, я его заблочила, и всё. И был у меня ещё один случай, когда у меня планки повышались. Я слушала истории своих подруг со свиданиями. И я встретила тоже на сайте знакомства взрослого мужчину. И он сказал, что он приедет ко мне из Инчёда. О, я сейчас у меня, сейчас Лэшбек, ещё одну мою историю. Хорошо. Так. Он приехал ко мне к дому. Ну, точнее, не прям к дому. Я выхожу, он говорит, я здесь. А я ему прям точку отправила. А там горная такая местность. Ой, да, там сложно, наверное, было найти. В смысле, сложно, он даже не пытался. А, да? Я выхожу, машина нет. Я такая, ёпаса ё. А где он был? Ёпаса ё. Я реально такая, ёпаса ё. Where are you? И где он был? Он был внизу. Прям вот. А, то есть он решил не подниматься? Не подниматься на машине. И я такая. Ну, давай, поднимайся, я тебя жду. В смысле подниматься? Такая, ну, в прямом. Я не буду спускаться. Ну, типа, вдруг я на каблуках? Я, конечно, была, типа, в кедах, но всё равно. Я ждала, пока он поднимется. А где это было? Где ты жила? Хансанг Университи. А-а-а. Там, если по прямой пойдёшь, и направо, там вот такие вот горы. Да-да-да. Это жесть была. Да, но в горах, конечно, вообще сложно. Я не знала. Я вот после этого случая всегда вспоминаю районы, где я поднималась, умирала. Или, знаешь, смотрю карту, где написано «подъём». Да-да-да. Насколько высоко там от чего-то там. Ну, да. Но бывает действительно, вот если, допустим, говорить про это вон, где я живу, но там действительно вот постоянно, вот эти подъёмы, спуски. И причём действительно такие крутые прям. Да. Ну, на машине, я даже не знаю, вот если бы я была водителем, я бы не поехала в этот район на машине никогда. Какого-нибудь, а то на механике бы спустился сразу. Да, даже вообще просто там иногда такие прям крутые подъёмы, что такой думаешь, блин, я вообще не хочу на машине туда подниматься. Или там потом вообще не развернуться, к примеру. То есть тебе, чтобы развернуться, нужно проехать всю эту дорогу вот вдоль прям и подняться уже на гору и только потом развернуться, спуститься. Я иногда смотрю на этих таксистов, которые там мучаются, думаю, капец, мне вас очень жаль. Ну, в общем, он решил не пытаться. И ты просто к нему спустилась. Нет, я тоже дала его, он поднялся, он такой, я в шоке. Я такая, я тоже в шоке от тебя. Машина была классная. Я не разбираюсь в тачках, но была дорогая. Я прям села там комфортно, всё, большая машина, дорогая. И я устроила это свидание сама. Ну, как это, не сама прям устроила, а сценарий был мой. Действие, оплата, всё это было с него. Хорошо. А где вы с ним познакомились? На сайте знакомств. А, вот, хорошо. В общем, подружка мне говорит, как прикольно провести время в Сеуле. Есть такие лодочки, и на закате, на вот этот вот мост, который фонтаны пускает. А типа Ори такая, как уточка, да, вот эта лодочка? Нет, лодка прям как катер, типа, для 10 человек. А, всё понятно, понятно. Вот, и вот на закате, когда этот, получается, фонтан запускают, музыка, романтичная, и мы туда пошли. Ну, вообще, я ожидала, так как он там бизнесмен и все дела, что он арендует лодку чисто для нас двоих. Это я увидела в прайсе, можно было как бы и позаботиться об этом. Но, тем не менее, мы приехали туда, и так получилось, что время забронировали не во время заката. И мы были реально одни на лодке. Но он предложил подождать, чтобы во время заката, и работники тоже предложили подождать. И мы час тусили возле. Мы успели сходить на ивент Севентин. Ну, вот, видишь, не зря. Там прям рядышком было. Не зря. Мы проголодались и пошли в ресторан. А по итогу подождали время заката, и всё равно было? Да, подожди, подожди. И вот это время мы решили там сходить на Севентин и пошли покушать. Окей. Мы заказали в ресторане еду, типа, там, пасты, каких-то салатов и всего прочего. Плотно заказали для часа вот эти ожидания? Да нет, там не сильно. Больше тарелки большие были. Как в Корее, да. Мы сидим, и он начинает есть. И он вроде прилично выглядел, приличная тачка. Но вот этот вайп от Джо Ши, который, вот, блин. Уметает всё с тарелки? Уметает всё с тарелки, всё падает, изо рта падает, тут плюётся, там вот чихает. Тут у него то, пятое, десятое. Я сразу представляю его вот это вот, знаешь, на картонах, а Джо Ши сидят, пьют соджик с пивом или просто соджу какую-нибудь. Сидят там, чихают друг на друг. Да. Прям вот небрежность и то, как он себя вёл на свидание, я там, знаешь, пытаюсь. Ну, не то, чтобы я из себя там выдавливала принцессу, но был такой момент, что действительно неприятно. Ну, да. Неприятно настолько. Он прям как бы громко чавкал по этому. Да, и чавкал громко, и всё, всем вот этим вот занимался. Ну, в общем, да, показал на всё, что он способен. Да, и мне уже после этого было не очень удобно, не очень классно. Он ко мне не приставал. А, у нас ещё, я забыла сказать, что до этого мы поехали в Старбакс на вот этой, на воде, которая находится. О, да-да-да, классное место. Там посидели. Ну, то есть у меня реально было всё расписано. И тут вот выдаётся возможность покушать. Мы кушаем, я смотрю на это. Да, ночью тебе уже всё. И думаю, что это такое? Где я отказался вообще? Да. После этого мы пошли на эту лодочку. Время Х, всё классно, всё романтично, безумно. В конце он меня просто отвозит домой, и всё. После этого на следующий день я заболеваю. Ой. Пишу об этом ему, говорю, я заболела. Он такой, хватит. А? Он такой, хватит. Крепись, Катя. Да. Да? И больше мы с ним не общались. Я просто вспомнила эту историю, потому что ты сказала, что у тебя был такой заботливый парень, который там приносил то, сё, пятое, десятое. И ты такая, а у меня есть противоположность. А у меня есть противоположность. Да. Который ничего не сделал. Он такой, а, заболела? Ну ладно, крепись. Да, да, да. Я думала, ну типа суп закажет, ещё чего-нибудь. Ну типа... Таких заботливых очень мало. То есть мне кажется, вот этот был единственный такой случай. Но тут, видишь, из крайности в крайность получается. Вот мой был чрезмерно таким очень сладеньким и каким-то няшным парнем, который просто вот всё у него сводилось к каким-то вот подобным милашествам. Вот это какая-то крайность тоже. То есть вот я вот ещё середину не встречала, где парень и заботливый, и как бы такой как soulmate, и вообще, чтобы вот всё было в одном флаконе, такого как будто бы... Ну в целом это сложно встретить по жизни так. Мне было, но мне казалось, что он soulmate. Вот мой предыдущий молодой человек, бывший, последний, в два дня наших первого знакомства, он именно показался мне таким человеком. Но это был образ. Да, да. Образ быть галантным, джентльменом и так далее. После того, как мы начали встречаться, он просто испарился. Просто проявились его заводские настройки. Да, да. И никакой галантности, там, дарения цветов, то, что мы проговаривали в начале. Я там тебе буду дарить много цветов, я там тебе буду делать подарки. Извини меня. То есть наобещал и всё, да? Подарки. Тестер с работы его. Он был визажистом, и тестер с работы он мне там подарил. Спасибо. Очень приятно. Нет, вообще, на самом деле, меня это и зацепило. Это был единственный момент, когда кореец при первой встрече на свидании, он мне подарил блеск для губ. Он сказал, что мы работаем в одной индустрии, это действительно было так, в бьюти-сфере. Он работает визажистом, а я работаю в нейл-индустрии. И мы, типа, очень схожи. Но я ещё, тем более, опоздала на наше первое свидание на час. Да, да. На час. А он меня ждал. Молодец. Потому что у меня была противоположная история. Это был Пеппера день. Да, день парочек. И мне один молодой чемоданчик предложил встретиться в этот день. Я приехала, и приехала даже заранее, чем мы договаривались на место. Приехала заранее, но вышла не на тот выход. И он такой, я не пойду на тот выход. Идите, типа, ко мне. И я такая, окей. Подожди меня. Я путаю. Я же не кореянка. Я не знаю, я первый раз на этой станции. Я иду, иду. Всё, дошла. Пишу ему. Я здесь, ты где? Извини, я так долго тебя ждал. Я ушёл. Вот это трэш. Вот. То есть, знаешь, сопоставить, конечно, вот тот, который ждал меня час. Ну, тоже на это есть объяснение. Ему просто ехать было полтора-два часа от его дома. Поэтому он просто пил, спокойно попивал себе кофеёк в кофейне, пока меня ждал. Ну, тот кадр, который уехал в Памперодень. Так ещё и как бы себя заставил идти, так ещё и не подождал и просто ушёл. Да боже, у меня там две станции ехать было. Ну, так нельзя. Ну, да, конечно, нельзя. Всё равно это, да, ужасно, как раз. Ужасно. Да. Вот у меня было такое, что я приехала не на ту станцию с моим вот этим бывшим молодым человеком, первым, с которым у нас постоянно был. И да, у меня тоже было такое, потому что некоторые названия, они очень похожи станции. И я приехала на станцию, сейчас не вспомню, как она называется. Но, в общем, там есть станция, которая называется вот так, ну, к примеру, да, есть Дон-де-Мун, а есть Дон-де-Мун, вот это Калчур-Парк. Да, да, ДТП и просто Дон-де-Мун. Да, вот, допустим, вот такая была ситуация, то есть похоже было. И я там приехала, к примеру, на Дон-де-Мун, а нужно было на вот это, где Калчур-Парк. И я такая стою, думаю, ну, вот я возле выхода. Он такой, я тоже. Я сдаю. Они так и не встретились. Я сдаю, думаю, ну, и что мы теперь будем делать? Ну, я ему говорю, показываю станцию. Говорю, ну, вот я здесь, на этой станции. И он говорит, ну, Лен, ты не туда приехала, но жди меня, короче, я сейчас приеду и встретимся уже в твоей станции. Ну, да, потому что я же могу ещё заблудиться больше. Зачем его посылать мне вообще куда-то? Я уже приехала не туда. Повторную историю, чтобы я ещё раз не туда приехала, не хочется. У меня были такие случаи с подругами, когда я просто не доезжала до станции, типа я вышла не там. И это моя проблема, да, действительно, но я не как бы мечу на, не знаю, Даша-путешественница, которая всё знает, куда идти, у неё там карта настроена на ложь. Но одновременно, вот, допустим, в Корее действительно есть такая ситуация с похожими названиями вот этих станций. Да, да. Вот есть такое, то есть тут как бы нужно объяснить, особенно если человек иностранец, нужно сказать, вот, давай вот именно на это, да, вот посмотри по названию, что было прям сто процентов так же, потому что есть похожие. То есть об этом нужно, на самом деле, предупреждать. Да. И как будто тоже проблема, допустим, мы с моим бывшим говорили о том, что, как бы, извини о том, что я тебе не сказал про это, как он мне сказал, я, как бы, виноват в том, что ты приехала не на ту станцию, потому что я тебе не предупредила о том, что есть похожие названия. И там действительно можно запутаться, и он, как бы, такой, наоборот, извинился. То есть, ну, действительно, нужно об этом предупреждать, потому что вот есть вот эти ситуации, когда, блин, очень похожие названия, и тут, ну, даже человек, который живёт в Сеуле какое-то время, бывает такое, бывает такое, что может приехать не туда по итогу. В общем, блин, ну, вот я все свои такие прям топовые истории рассказала, но вспомнила ещё одну историю. По ходу того, как ты вот рассказывала про человека, который приехал к тебе из Инчёна. Вот. У меня тоже был такой ситуейшн, когда человек прям ехал ко мне из другого города. Но это было не из Инчёна. Можно сказать, что это тоже трэш-свидание. Сейчас я подумаю, я хочу об этом говорить или нет. Да давай уже начала. Спешл контент. Да, я подумала, говорить об этом или нет, потому что он тоже максимальный одежщик. Да давай. Хорошо. Говорила. Да-да-да. Ну, получается, у меня тоже была такая ситуация, что у меня был марафон свиданий, как у тебя. Вот перед тем, как я уехала из Кореи в последний раз, мы прям, ну, я прям часто ходила на свидания. Но у меня прям не было такого, что каждый день новый, но вот действительно часто мы ходили на свидания. Я и моя подруга, с которой мы устроили этот марафон. Привет, Саша. Серьёзно? Да, у нас не был марафон. А с одними ходили и теми же? Нет, ну, это кринж совсем. А чё, прикольно? Не-не-не-не. Переписываемся с мужчиной, это был мужчина, опять же, Адзёси. И я понимаю, что у меня перед вылетом остаётся там типа три дня, четыре дня. И я уже не найду себе свободное время, чтобы, ну, прям, мы с ним нашли удобное время, там, чтобы выходной день был какой-то удобный для нас обоих, чтобы мы где-то встретились, чтобы он там приехал из этого города или вы встретились где-то посередине. То есть нет такого времени, чтобы мы вот этим всем занимались, там, встречались в какой-то точке посередине, договаривались о какой-то выходной день. В общем, этого не было. И я говорю то, что единственная, как бы, возможность встретиться, это вот, ну, сегодня вечером. То есть я свободна сегодня вечером, где единственная возможность встретиться. И единственная возможность, потому что вот тебе, собственно, нужно приехать, как бы у меня сейчас только есть свободное время. Ну, в общем, я так и поставила ситуацию, что у меня есть свободное время, если хочешь со мной увидеться, то можно встретиться сегодня вечером. Но тебе нужно для этого приехать. А он при этом живёт очень далеко. Я, честно, думала, что он откажется. Просто я себя поставила на его место, но оно как будто бы намного логичнее было бы сказать, давай в следующий раз встретимся уже, как ты приедешь. Потому что это вообще неудобно. Мы не можем найти время, у меня уже всё расписано, всё занято, но только сегодня вечером. Я как бы писала ему это сообщение с расчётом на то, что сегодня вечером мы не увидимся. И он такой говорит, ладно, я выезжаю прямо сейчас. А ему ехать три часа, типа, на машине. Три с половиной часа. Ну, долго, в общем, ему было ехать. Я такая сижу, думаю, ну, блин, ну что я подписалась, зачем я согласилась, не нужно было ему туда ехать. Но, в общем, всё равно мы уже договорились. Думаю, ладно, раз он выехал, пускай как бы едет, встретимся. Не знаю, скушаем какой-нибудь сам депсаль, опять же, мой любимый. Сходим в какой-нибудь варчик. Думаю, ладно. Мы точно должны сходить в сам депсаль поездку. Да, да. Это же моя любовь. Сам депсаль уже фигурировал несколько раз, поэтому нам точно нужно на сам депсаль поехать. Ну, в общем, немножко бэкграунда этого Адёси. Он уже был женат ранее. Что, на самом деле, мне кажется, достаточно логичным. Если ты мужчина возраста 40+, то как будто бы у тебя уже должны быть какие-то предыдущие отношения длительные. И мне, наоборот, это показалось даже очень хорошим знаком. Потому что вот те корейцы, которых я встречала, которые там 40+, у них как будто никогда не было серьёзных отношений, что на самом деле Red Flag. А у него были... То есть он был женат, и у него от брака был ребёнок. Он такой говорит, у меня от предыдущего брака есть ребёнок. Это супер. Я люблю детей. Сколько ему лет? Я предугадываю. Я говорю, сколько ему лет? 30. Говорит, типа, ему 16 лет. А тебе на тот момент? Ну, это было вот в предыдущем году. 23 мне было. Её такая, 16 лет. Я говорю... Все посчитали разницу? Подожди, да я посчитаю. Я как будто ближе к его сыну, знаешь. Но я такая всё же думала, это вообще ужасно. И он мне что-то сказал по дороге, собственно. То есть мы уже договорились. Я просто знала об этом, и вдруг я решила спросить, типа, сколько твоему сыну лет вообще, кстати говоря. Он говорит, ему 16. Я думаю, ой, нет, это 100% мимо. Но он уже едет. Думаю, ладно, окей. Раз он едет, значит, проведём время вместе. Уже нет другого выбора. Ну, в общем, да. Я ещё была очень уставшая в тот день. Мы уже с девочками там где-то погуляли днём перед моим отлётом. И он уже приходит, и я прям уже спать хочу. Это была единственная ситуация, единственное свидание, когда мне вообще было неинтересно, и у нас не было точек соприкосновения слова совсем. То есть он что-то говорит, а он ещё бодибилдер. И, ну, там тем для обсуждения, на самом деле, ну, реально было мало. Сколько протеина ты пьёшь в день? А я такая, пойдём, сам дюксаль поедем. Он такой, слушай, ну, я такого не люблю. Я бюксаль буду, пожалуй, да? Да, да, да. Ну, в общем, тем для обсуждения было ноль реально. То есть у нас ещё, во-первых, разница в возрасте была достаточно большая. Во-вторых, у нас не было вообще никаких схожих интересов. Я такая сижу, думаю, блин, вот, как неудобно. Приехал сюда вот этот мужчина, и вот мне не о чем с ним говорить. Вообще ноль интересных каких-то тем, которые нам можно обсудить. Я ещё сонная. Я сижу, вообще не хочу с ним разговаривать. Я просто делаю это из вежливости, потому что он уже сюда приехал. Думаю, ладно, покушаем, выпьем, и ты уже уедешь. Но просто думаю, как же жалко, что я потратила и своё время, и твоё время. И мы оба потеряли время. Я понимаю, что это как бы вообще не перспективная встреча. Но я действительно надеялся на то, что у нас что-то дальше будет. То есть это будет не единственное свидание. Он предполагал, что он как бы мне понравится, что он как бы сможет первое впечатление произвести, он цветы ещё купил. Ой, че боже мой. Да, то есть... Как часто к тебе на свидание приходили с цветами? Что? Ты задумалась? Да. У меня ноль. Всё, девочки, закрываем. Закрываем. Окей. Ну, наверное, раза три корейцы приходили на свидание с цветами. Я рада, но не от всего сейчас. Ну, это просто пять лет. Но это вообще-то очень мало. По статистике это действительно очень мало. То есть, допустим, мой бывший муж мне цветы дарил, наверное, раза два за наш брак. Мой первый молодой человек, который TouchPay, вот именно кореец, первый молодой человек, он, наверное, один раз дарил мне цветы всего лишь. Ну, это за два с половиной года. Но это очень мало. И то, что вот другие корейцы на свидание приходили, ну, их было трое, да, там приходили с цветами. Но это тоже по статистике маловато. На первое свидание? Да-да-да. На первое свидание. Ко мне, вот тоже опять, возвращаясь к моему бывшему молодому чемоданчику, он дарил мне за наш период отношений три раза цветы. Один раз в день с Ту-Валентин он заказывал через кореянку в ресторане. Он позвонил, он оплатил ужин нам с подругой, чтобы я провела этот ужин с подругой, не одна. Хотел сказать, мамой, типа, покушай эту еду. Он дал задание к этой кореянке, она пошла, купила цветы и подарили мне. Это было прикольно. Ну, это класс. А все остальные разы он как бы покупал. И один раз, когда мы уже были на грани расставания, тоже решил подарить этот букетик. Мой расклад, который я заказала на год, подсказывала мне, что надо было купить себе самой цветы. Я сходила на популярный этот рынок, где рынок цветов. Купила себе цветы, составила букет и с этим букетом я пошла на свидание. Сама с собой? С ним. Или с ним? Все смотрели на этот шикарнейший букет и думали, что это он мне подарил, а это подарила я себе сама. Как ты его, выбрала его имидж в глазах других людей. Подняла, да, с колен. Да-да-да-да. Это шутка. Ну, блин, на самом деле, действительно, корейцы очень редко дарят цветы. Это не принято, это дорого. Это не дорого, но это не принято. Вот сказать по поводу цены, но я бы не сказала, что это очень дорого. Даже я вот, допустим, своим подружкам покупала цветы, учитывая то, какие у них зарплаты, ну, блин, цветы стоят так же, как на ужин сводить. Да-да-да, цветы стоят так же, 70 тысяч вон где-то. Хороший букетик. Ну, кажется, ну, у нас же так же в целом, да, вот примерно, да, соотношение цены букета и цены похода в ресторан приблизительно одинаково. Вообще, 70 тысяч, ну, у нас просто это зарплаты разные. Вот, я говорю, поэтому, как бы, мне кажется, для них это не так уж и сложно финансово поднять букетик-то. Поднять. Поднимаем ставки. Ставки на спорт. Финансово поднять букетик, это несложно. Просто они это не хотят. Вот, как бы, не хотят и, как бы, говорят, что не принято. Вот этот момент. На букет купить, ну, несложно, реально, как бы, это то же самое, что сводить, там, не знаю, в кофейню по цене, это то же самое получается. Ну, что, это дорого, что ли? Да нет, конечно. А девушке приятно. Да, ну, просто они это как будто не понимают. Меня это так удивило. Я не знаю, было ли у тебя такое в отношениях, но когда цветы засохли, я говорю, так, выкинуть пора. Он такой, так пусть стоят ещё. Пыли в воду. И они будут стоять в вечность. Я говорю, наверное... А может, новый букет просто купишь, он будет стоять в месте у него? Вообще никогда не дарил, что у него такая логика. Нет, просто мне, как сказали девушки, что это абсолютно... Ой, девушки. Да. Мои девушки. Мои подружки, у которых были отношения с корейцами, у меня таких друзей очень много, да, и они мне поведали такую сущность корейцев, что очень многих вот этот вот букет, они его всегда сушат и оставляют надолго, на память, когда дарят ещё маленькие букетики девушкам, девушки оставляют на память, вешают как магнит на холодильник. Я тебе серьёзно говорю. Я это впервые слышу. Да, и то, что, типа, для меня было странным, что он хотел засушить просто эти цветы и поставить их, чтобы они, типа, радовали меня глаз, мёртвые цветы радуют глаз. Нет. Да. Но если они некрасиво засушены, типа, они гниют уже. Зачем? Да, даже очень странно надеяться на то, что ты будешь любоваться этим букетом всего оставшейся жизни. Это, да. как будто бы какое-то прям действительно вложение, знаешь. Мне кажется, нужно уже подытоживать. Да. Да, это сложно подвести к концу. Мэри. Что? 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 Мне это было хорошо. Я прям, что? Что такое? Что случилось? Ну что, ребята, на этой прекрасной ноте мы с Мэри заканчиваем наше вещание. Это была вторая часть. Если вы хотите посмотреть первую часть, она есть на канале Мэри. Пожалуйста, подписывайтесь, переходите в наши все соцсети. И мы обязательно, я думаю, снимем вторую часть, если... Если у нас будет отклик. Я уверена, что будет интересный, что мы действительно не зря ходили на наши свидания, и вас это немножко улыбнуло. Если улыбнуло, то я считаю, что мы достойно поставить палец вверх. Да, миссию мы выполнили, если мы улыбнулись. Если вы хотите продолжение, мы уже встретимся с Мэри в Сеуле, в Корее, и снимем подкаст именно оттуда. Так что, до новых встреч, ребята. Пока-пока. Пока. Все? Да. Снято. Снято все. Можно стопать.